друзья всем здравствуйте в общем как и обещал показать аквариум на стилаже в общем я его установил наклеил задний фон как обычно это черный цвет многие спрашивают почему же ты выбираешь черный свет я друзья скажу бывают такие нюансы когда задняя стенка зарастает на черном свете вот это вот налета не видно взять светлый цвет получается весь налет будет виден такой вот маленький нюанс вот именно из-за этого я выбираю черный цвет потому что на нем не видно налета наклеил фон сполоснул аквариум сейчас в общем стараюсь от него любыми путями соскоблить пальчики в общем человек получается наверно тот который клеил силикон спачкал пальцы и получилось так что они остались на стекле здесь 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 в общем пытаюсь это дело исправить слава богу так сказать силикон свежий и пока еще отрывается легко есть еще один друзья нюансик который я вам не сказал прошлом видео в общем на ребра жесткости не обработаны грани это чистил аквариум в общем порезал палец пришлось брать брусочек и еще самому это дело подтачивать чтобы в дальнейшем тоже не порезаться ну в общем принципе я вам рассказал о всех косяках которые я выявил в этом аквариуме в прошлом видео и сейчас вот дополню еще один косяк этого аквариума который блин одни неприятности палец порезал стекла почистил ну в принципе какая цена такой аквариум надеюсь он еще и не потечет поэтому буду делать следующим образом изначально я налью в него водички посмотрю на герметичность а только потом уже буду сюда добавлять грунт я что сделаю если вы допустим часть воды в аквариуме так для того чтобы можно было насыпать грунт аккуратненько его вдоль одного угла буду сыпать потом равномерно уже так как мне захочется я его ладошкой размещу уже по самому дну аквариума сливать я буду его друзья частично для того чтобы когда грунт засыпаешь значит водичка будет вытесняться и уровень будет повышаться в аквариуме потом конечно соответственно недостающую часть воды я уже в него долью вот такие вот значит планы у меня сейчас на данную минуту с этим аквариумом сделал все так как и говорил набрал водички посмотрел ничего не течет нигде не подкапывает в общем все красиво и хорошо значит насыпал потом грунта добавил еще немножко водички потому что как вы знаете я не ну чуть-чуть сливал в общем по освещению пришлось проводку подклеить крышки чтобы она там не провисала не болталась и конечно же придется покровное стекло уголок обрезать но это мы уже сделаем позже установил сюда не видно конечно в общем а скажу словами это акваэлевская помпа циркулятор на 500 до 500 литров в час в общем для сто десяти литров это будет вполне предостаточно учитывая то что мы не доливаем вот такое расстояние это приблизительно 7 сантиметров до поверхности крышки плюс еще у нас грунт то есть здесь будет меньше чем сто десять литров сейчас надел пока мелкопористую губку совсем мелкопористую пусть водичка отфильтруется чуть позже мне еще подвезут губку от фирмы барбус в общем то будет уже ячейка чуть покрупнее и я ее поставлю на эту попу это сильно мелкопористую сниму она когда-то была белой сейчас как видите уже серая в общем эта губка забивается мгновенно то есть отфильтрует эту воду и уже буквально через пару часов мне ее придется снимать и выжимать мыть в общем такие вот дела ну и конечно же хочу показать в общем как я покровное стекло положил в общем чтобы крышку не снимать попробую показать вам через отверстие для засыпания корма для рыб в общем я его сместил вправо вправо и положил на стяжку между ребер жесткости в общем и получилось такое вот пространство то есть если же стеклореза не найду у себя на работе то пока какое-то время полежит вот таким вот образом вот ну что же останется только подождать значит тогда фильтруется водичка приобрету возможно какие-либо растения ну таких которых у меня нету вот высажу и там уже посмотрим по рыбке вот так вот выглядит в общем плане этот стеллаж мне очень нравится ну нужно будет здесь еще вот с левой стороны тоже навести порядок в общем это все будет переделываться и будет полностью одна рабочая стенка это знаете решил в общем укомплектовать таким образом чтобы была одна рабочая стенка они стояли аквариумы по всей квартире то есть мне так вот будет как-то более комфортно и останется конечно один аквариум которым у меня живут родостомусы спальные это у меня как видовой аквариум он мне очень нравится и там живут производители родостомусы надо от нерестить от ловил от нерестил поместил их обратно то есть там будет у меня такой вот аквариум то есть который будет радовать глаз да эти аквариумы тоже радуют глаз но это будет у меня чисто рабочая зона на этом друзья у меня в принципе все всем так немножко извиняюсь забыл что хотел сказать в общем всем пока до новых встреч